В этом видео вы увидите, генератор работает без топлива, ученые отрицают эти технологии. Ну что, друзья, всем привет, с вами Рафаэль Анриэл, добро пожаловать на канал запрещенных технологий. И сегодня мы посмотрим на генератор, который нарушает законы физики, установленные физиками. Поскольку подобные технологии всегда были недоступны для простого народа, и это максимально скрывалось от людей. Ну что, если я вас заинтересовал, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и распространяйте это видео, чтобы все знали о подобных технологиях и смогли это повторить у себя. Ну а перед этим рекомендую обратить внимание на молодой, но быстро набирающий обороты канал 10 долларов Баффета. Ребята ведут публичный эксперимент с целью создать капитал в 1 миллион долларов. Для этого они инвестируют по 10 долларов каждый день в традиционные рынки и криптовалюту. На своем канале они подробно рассказывают, как к этому идут и во что конкретно инвестируют. Они простым языком отвечают на сложные вопросы, которые рано или поздно возникают у каждого инвестора и делятся полезными лайфхаками по инвестициям. Особенно рекомендую посмотреть видосы о возможном крахе доллара, которые собрали максимальное количество просмотров на канале ребят и вызвали ажиотаж у аудитории. Кстати, мне стало известно, что ребята сейчас готовят продолжение этой истории с альтернативным сценарием развития. Я думаю вам это понравится. Ссылочки вы найдете в описании. Обязательно заходите и подписывайтесь. Сегодня мы посмотрим, как простой мужичок сделал из асинхронного мотора БТГ-генератор. Он подает на мотор энергию и тот превращается после резонанса в генератор и уже обратно отдает больше энергии, чем потребляет. Ну что ж, давайте смотреть. Советую смотреть очень внимательно, потому что каждое слово влияет на то, что получится у вас сделать это или нет. Здравствуйте, зрители и подписчики моего канала. Продолжаем поиски чуда. Сегодня мы рассмотрим нагрузку, откуда же это берется чудо. Кто называет халява, кто свободная энергия, кто как. Вот составил я такую табличку. Это у нас идет потребление, это у нас идет нагрузка. Буду включать по одной лампочке. И вот это уже у нас прибавка, что мы имеем чистого выхода. Сейчас запускаем двигатель. Так, ну вот, без всяких манипуляций убрал я все трансформаторы, конденсаторы. Вот у меня чистое потребление. Лампочки стоят все параллельно. Это чисто делаю для себя, высчитываю, что с него можно взять. Тут, конечно, эту нагрузку можно включить последовательно, еще навешать кучу лампочек. С заземлением еще лучше эффект. И двигатель помягче работает. Ну, не могу высчитать. Вот этот ватметр у меня как бы с заземлением непонятно, что он выдает. А на заземлении эффект получше, если запускать от земли и фазы. Ну что, сейчас включаем нагрузку. Так. И заметьте, добавляю, лампочки не тускнеют. Даже как бы и не чувствуюсь, просадки. Просадки вообще нет никакой. Вот, смотрите. У двигателя что-то там пух-пух и все. Когда добавляют. Просадки нет никакой. Ну вот. Сейчас можно еще попробовать рабоченько что-нибудь. Такой вариант. Такой. Особо рабочие тут не помогают. Не помогают, добавляют немного. Вот сами судите. Вот такая табличка у меня получилась. Вот смотрите. С одной лампочки мы в плюсе имеем уже 19 ватт. С двух 22. И как бы эффект уже после двух этих. Как бы вот эти 200 ватт. И вот пошел дальше уже эффект больше. Если 3 на огрузке, мы уже 67 имеем. 3, ну, если 4, уже 120. 5, 169. И 6, 204 ватта мы имеем. Свободного электричества. Алявы, или кто так ее называет. Итого, мы потребляем 366 ватт. Нагрузка 570. И 204 ватта мы имеем. Это я беру по этим. По 95 считал. Замерял ваттметром. 590 ватт по ваттметру. Вот такие подсчеты. Так что, ребята, не спорьте. Все тут есть. Вот сейчас пробую самозапит в таком положении делать. 200 ватт остается. Я думаю, предостаточно для самозапиток. Чтобы закольцевать по кругу, имею ввиду. Не знаю же, как вам доказывать, что и тут есть толк. И есть свободное электричество. Сюда маховик не требует. Тут ротор и так тяжелый. Так что тут достаточно. Сегодня хочу показать такой эксперимент. Ну, тут ничего непонятно. Будем просто смотреть вход и на выход. Что на входе и что на выходе. Вот на входе. Вот ладметр будет на выходе. Будем смотреть вольты. Красная шкала. Нагрузки будет тут две лампочки 200 ватт. И будем лобзик вот этот 450 ватт по очереди пробовать. Ну, тут понакрученное бесполезно объяснять, что к чему. Так, сейчас я его запущу. Дело в том, что я тут запускаю со звезды, а потом перехожу на треугольник и со звезды уже снимаю. Принцип такой. Сейчас запустим. забыл показать вам, потребление. Какое можно тут сделать? Сейчас. Ух ты, мы не будем забирать до этого. Ужи-ка. 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 Не хочет. Что-то. Вот. Сейчас я покажу потребление вам. 0,8 ватта. 0,071 ампер. И сейчас попробуем ловник запустить. Вот ловник. вот ловник. теперь будем снимать нагрузку с лампочек. ловник. 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 Ужи-ка. И сейчас возьму-ка с лампочкой. Ловник. Выжи-ка. Ловник. 21 ватт Вольтаж 210 там примерно Можно добавить Евкостей Чем больше ставишь нагрузка Тем больше ставишь Евкостей Так что, так ребята Я просто на двух лампочках Показал Тут можно больше Чтоб вы не говорили Что вазом замеряю Знаете, пожалуйста 210 вольт 21 ватт 200 ватт на грузке Также и лодки Сейчас покажу на ломбике Сейчас покажу на ломбике Так что вот так 450 ватт на грузке Все, всем спасибо Ну что, друзья Вот такой вот БТГ генератор Мы сегодня посмотрели Надеюсь, что вам понравилось Подписывайтесь на канал Обязательно экспериментируйте Если есть что-то интересное Мне скидывайте в комментарии На этом все Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok